У нас с вами много кубков, да? Такого еще кубка у нас красивого не было. Давайте мы ему отведем какое-нибудь хорошее место, да? Чтоб у нас стоял красивый, напоминал о этой хорошей поездке, да, о успешном выступлении. Так, ставьте, пожалуйста. На полке достижений в классе вокала места уже не хватает. Один из последних призов – гран-при за участие в конкурсе от КПРФ «Земля талантов» – красуется на самом видном месте. Большое количество кубков только подогревает интерес учеников к участию в конкурсных мероприятиях, говорит Ирина Пономарева. Преподаватель музыкального фольклора. В прошлом году ее ученики буквально покорили Москву на ежегодном всероссийском конкурсе. Участие воспитанники Тивризской школы искусств принимают не в первый раз, и каждая поездка приносит свои плоды. Коллективы постоянно возвращаются домой победителями. Одним из успешных направлений для школы искусств в Тивризе стал фольклор. Во время обучения детей Ирина Пономарева и сама многому научилась. За несколько лет она освоила новые музыкальные инструменты и методики преподавания. Начала 4 года назад работать по этой программе. Ну и вроде получается. И мне это очень нравится. Я даже не думала, что настолько меня захватит, что мне так понравится. И народные инструменты нравятся, и вокал тоже очень интересный. Я играю на гитаре. Сейчас осваиваю балалайку, гусли, фортепиано. А самые сложные инструменты для вас – это какое значение? Самые сложные? Ну, как-то струнные мне даются легче. Струнные, да? Струнные мне даются легче, да. Фортепиано. Успехов в класс фольклора музыкальной школы Тивриза начал добиваться практически сразу. Помогает любовь к детям и своей работе. Не пугают даже особенности направления. Все воспитанники, мягко говоря, шумные. Это, говорит Ирина Пономарева, отличительный признак фольклорного пения. ПЕСНЯ 10 человек у меня фольклористов, но у них очень разный возраст. От 7 лет и до 11. Вот. Ну, им всем нравится. Они, конечно, пришли, когда в первом классе не понимали, что вот такое и как. А сейчас мы одеваем платочки, мы одеваем сарафанчики. И это так смотрится и звучит очень красиво. Они как бы звук подают вперед и плотный звук очень. Они даже разговаривают громко. А кабинет небольшой. Конечно, тут все звенит. Но мы открываем дверь, чтобы звук уходил у нас немножечко. Изучение фольклора – это не только исполнение народных песен и кладезь богатого русского языка. Дети постигают культуру своей страны, учатся любить свой родной дом и ближних. Но одной из главных задач в обучении Ирина Пономарева считает воспитание патриотических чувств. В репертуаре учеников не только русские народные произведения, но и песни на военную тематику. Одной из обладательниц гран-при конкурса «Земля талантов-2021» стала Ксения Гербер. Она вместе со своими подружками Вероникой Лазаревич и Марией Пальяновой в финале мероприятия исполнила песню про космонавтов. Тема космоса стала основной мыслью прошедшего конкурса при поддержке КПРФ. Но поступить в класс фольклора Ксению пришлось уговаривать. Родителям потребовалось приложить усилия, чтобы заинтересовать девочку этим направлением. Сентябрь месяц был, набор был закончен, но я ей сказала, пойдем сходим, там вроде как одно место еще есть, может тебе понравиться. Нет, я не хочу. Но уговорила ее благодаря тому, что подружки ходят туда, постарше девочки, и она пошла. Нас прослушали и взяли, несмотря на то, что места уже не было. Ну и вот как-то у нас сразу пошло. Сразу мы в этот же год поехали первый раз на конкурс на «Синюю розу». Там она тоже заняла первое место с Василеем, тоже пела капельно. Ну и все, и вот, закрутилась. Ей понравилось, она втянулась. Еще хочу сказать огромную благодарность преподавателю вокалу. Просто я считаю, что это очень большая ее заслуга. Это Панмарева и Инна Станиславовна. То есть она и голос девочке нашей родной, любименькой поставила. И мы очень-очень рады, что у нее получается. Творческий процесс идет полным ходом. Конечно, бывают и трудности, бывают и переживания, и различные трения. Но тем не менее, потихоньку мы все вместе стараемся это все преодолевать. Самый большой страх артистов – сцена. Но Ксения во время выступления этого чувства не испытывает. Наоборот, говорит девочка, участие в концертной деятельности приносит ей и другим исполнительницам удовольствие. Видимо, это и есть секрет успеха. Знаете, вот как-то неожиданно, то, что такое чувство, но его не описать. Не описать. На такое чуточку волнения и чуточку какой-то радости. Любовь к творчеству, как оказалось, Ксюше передалась по наследству. Папа девочки окончил музыкальную школу. Теперь вместе с юной звездой Тевриза отец семейства вспоминает и в чем-то даже познает заново мир музыки. Воспитанники Теврийской школы искусств не останавливаются на изучении одного направления. К занятиям вокалом они добавляют искусство чтения, театральный кружок и спорт. Это делает детей Тевриза еще более уникальными. Я и спортом занималась, и в театральной студии тоже занималась, и вокал. Но вокал, конечно же, мне ближе. А почему? Да не знаю. Моя сестра поет. Она учится в колледже культуры в Омске. Да и я пою как-то мы с ней вместе, как корни с детства. Вот, вижу и просто нравится мое дело. Приглашение в финал конкурса под эгидой КПРФ «Земля талантов» для Кристины Деружинской было приятной неожиданностью. Помимо вокального искусства, девочка занимается художественным чтением. Ее номер заинтересовал московское джюри, и она вместе с другими учениками школы Тевриза отправилась в столицу и вернулась с победой. Для меня это было неожиданно вообще. То, что, ну, когда мне сообщили об этом, то эмоции были, конечно. Вот, а в Москве мне все понравилось. Было очень интересно, познакомилась со многими детьми. Ну, еще поедешь? Конечно. Большой интерес дети Тевриза проявляют к изобразительному искусству. В ДШИ трудятся сразу четыре преподавателя по этому направлению. Как и дети-музыканты, художники добиваются успехов. Некоторые получают денежное вознаграждение от местной администрации за высокие результаты в учебе. В данное время занимается третий класс по предпрофессиональной программе. Мы сейчас во многих конкурсах, а в данное время будем в вашем конкурсе участвовать. Учащиеся уходят заниматься с увлечением, с большим желанием. Учащиеся у нас в школу получают стипендию. Вообще мне очень нравится рисовать пастелью, как сейчас мы рисуем, потому что материал очень приятный, мягкий, им удобно рисовать. Тем более, вот, все-таки руками это не кисточкой рисовать, и намного удобнее. Ну, и еще мне нравится рисовать акварелью, тоже такой приятный материал. Можно рисовать пейзажи, очень удобно. Тем более, какие-нибудь летние, осенние тоже очень яркие получаются и красивые. Ну, и, конечно, карандашом тоже рисовать нравится. Мне с детства очень нравилось рисовать. Я с детства рисовала, рисовала дома на обоях в детстве, когда маленькая была. И потом родители отдали меня сюда и продолжаю рисовать до сих пор. Все преподаватели не просто учат детей, они вкладывают душу в своих юных воспитанников. Многие говорят, учителя отправляются за высшим образованием в Омск и возвращаются в стены родной школы уже профессионалами. Продолжают дело своих наставников. Есть у меня первые выпускники. Одна девочка поступила в этом году, заканчивает колледж культуры наш, омский. Ну, и планируют работать. Огромного терпения в учебе и достижении успехов требует класс фортепиано. Предпрофессиональная подготовка здесь длится 10 лет. Мало у кого хватает терпения и трудолюбия в изучении сложного инструмента. Особенно трудно заинтересовать детей в музыкальном искусствах в современном мире, когда молодежь все больше увлечена гаджетами. Времена меняются, да? Дети меняются, дети разные. У кого-то, ну, как скажем, вот здесь заложено, да, дети. Понимаете, у кого-то эстетически развивается ребенок, да, продолжает. У кого-то одни телефоны. Вот у меня ученик Миш. Занимается в данный момент уже 10 лет. Да, Миш? 10 лет. В голове, как говорится, есть чем думать. Понимаете? Поэтому он выступает на концертах, занимает места хорошие. В этом году последний год заканчивает. Несмотря на смену приоритетов среди молодого поколения, дети Тевриза с увлечением посещают занятия в школе искусств, проявляют интерес к конкурсным программам, к углубленному изучению творческих направлений. Все это – результат неустанной работы одаренных преподавателей детской школы искусств. Школа добилась таких успехов благодаря усердному труду преподавателей нашей школы. Мы все молодцы. Кроме гордости и какой-то такой вот, ну, действительно, надежности, больше и добавить, наверное, нечего. Хотя как не добавить? Коллектив стабильный, очень профессионально подготовлен, педагоги высшей первой категории. Поэтому действительно вот как-то такое спокойствие, что детки, которые здесь занимаются, они получают настоящее, хорошее обучение. Быть педагогом и научиться самому, и уметь что-то делать самому – это одно. А научить другого человека – это огромный талант, это труд огромный. И тем более передать это с такой душевностью, спокойствием, чтобы потом дети пошли еще и другие профессиональные заведения, чтобы получать дальнейшее обучение. И у нас это действительно есть, это как-то вот стабильность такая вот, хорошая, подготовительная. Поэтому гордость. Покорить еще большие высоты – такую цель поставили перед собой и своими воспитанниками педагоги школы искусств. В этом им помогают и сами дети. Они с удовольствием впитывают новые знания и всегда готовы отправиться в увлекательное творческое путешествие. Помогают юным творцам в завоевании побед и родители. Многие из них берут на себя организационные моменты поездок и вместе с коллективом отправляются за новыми впечатлениями. Благодаря общим усилиям детей Тевриза и их творчество знает вся страна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok